Президент Ильхам Алиев 17 октября подписал распоряжение о помиловании 84 человек, в рядах которых было и четверо людей, которых правозащитники называют политзаключенными. Это были члены молодежного движения НИДА и один правозащитник. Двое из трех членов организации НИДА после помилования посетили памятник Гейдара Алиеву, поклонились, все мы видели кадры. Как считаете, неужели так сложно противостоять хорошо сверстной государственной машине в Азербайджане? Во-первых, любое государство борется с теми, кто инако мыслит, инако действует. Не только азербайджан, но и демократические государства. И Америка, и Англия. Вспомним эпопею с Бобби Сенсом и его друзьями, которые были борцами за независимость Ирландии. Они объявили голодушку в тюрьме. Маргария Течерна по пятам не пошла. И по-моему, 49 борцов за независимость Ирландии умерли от голода в тюрьме. Значит, это пример того, что государство, даже демократическое, ломает инакомысившее, инакодействующее. Не говоря уже авторитарных, тоталитарных. Там вообще государственная мельница перемалывает людей. Теперь в отношении Азербайджана многие политические оппоненты, после отсидки, они меняли свои взгляды, во всяком случае, свое победение. И выходя, приходили, поклонялись клаху Гейдра Алиева и уходили из политики. Так что эти не да, активисты не да, они ни первые, ни последние. Кто-то этого не делал, кто-то до конца не ломался. Например, я знаю такового, Межисакит. Его, он не писал помилование, заявление помилования. Его все равно включили. Оставалось несколько дней до окончания срока. Он отказывался покинуть тюрьму, колонию. Его насильно выдворили за ворота. И он продолжал резко критиковать власть. Уже и власть, и те, которые, значит, ради того, чтобы быть удобными, угодными властям, начал ограничивать свободе слова, даже из демократии слайда, он покинул страну. Вот пример, человек, который не ломался. Есть и другие. Я их не упоминаю. Это самый яркий Межисакит. Теперь кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Знаете, это очень тяжелое испытание тюрьмы. Я не сужу их. Я их опыта не имею. У меня был очень кратковременный, трехчасовой опыт в сидении. В неволе, военного рода фонда. Я не знаю, как бы я себя повел, еще жил бы годами или месяцами, я не знаю. Так что не судите, да не будете судимы. Но государство ломает, и ломает эффективно. Это аксиома. Не требуется доказательств. И не всех оно государству может сломать. Есть люди, которые сильнее. Их воля, убеждения, они не ломаются. Правозащитники, между тем, заявили, что до конца текущего года может быть подписано еще одно распоряжение президента о помиловании. У нас впереди будут выборы парламента 2015 года и европейские игры. Считаете ли вы, что президент Алиев просто так отпустит своих критиков? Политика государства – ломать своих оппонентов. Задача оппонентов – не ломаться. Идет ссоревание отдельных личностей и государства. Если личность окажется сильнее, его воля, его убеждения окажутся сильнее, он не ломается. А те, кто не такие уж сильные, они ломают. Вот это общая генеральная линия государства. Конкретно накануне паневропейских игр и накануне каких-то больших событий парламентских выборов, что произойдет, это конкретно тоже сути процесса не меняется. Суть в том, что любое государство, особенно государство такое, как Азербайджан, где уже сформировался эксплуататорский класс, трайбовый, клановый, который топчет интересы трудового народа, простого народа, его оболванивает, его запугивает. В этом государстве политика запугивания и ломки политических оппонентов является статегией государства. Эту статегию менять не собирается. Я хочу коснуться сейчас российско-заполевских отношений. Сегодня утром я узнал, как и многие, что вчера Ильхам Алик принимал президента Роснефти Сечина. Начиная с июня месяца подобного рода визиты, скажем, российских эмиссаров в Азербайджан, Баку, вы, наверное, согласитесь со мной о том, что они зачастились. Считаете ли вы, что все это должно настораживать нас? Лично меня не настораживает. Почему? Я всегда считал, что Азербайджан, исходя из здравого смысла, интересного Азербайджанского народа, должен иметь хорошие, честные связи со своим большим, огромным северным соседом Российской Федерации. Здесь ничего плохого нет. Я думаю, что мы должны иметь, как маленькое государство, также хорошее отношение и с Ираном, и с Турцией, и с Европой, и с Америкой, со всеми странами. Если у нас сейчас с Россией теплые отношения, что тут плохого? У нас перед нами открывается, благодаря тем самым отношениям, огромный российский рынок, если экономические власти Азербайджана будут иметь мозги, умения, они этим воспользоваться, будут быстро развивать те сферы азербайджанской промышленности, сельскохозяйства, которые могут реализовать свой продукт в этом врачном российском рынке. Что тут плохого? Потому что до сих пор, как мы знаем, Азербайджан основную часть своих доходов получает от нефти. Мы паразитирующие нации, паразитившие на углеводородном сырье. Это сырье когда-нибудь кончается, иссякает или уменьшается. Это ставит под угрозу нашу экономическую безопасность. Российский рынок, он привлекательный для всего мира. Вот когда европейские сейчас или Америка ввели комиссии санкций, очень много недовольных среди безосминок. Они говорят, что зачем нам терять большой рынок из-за какой-то Украины. Азербайджан потерял рынок, российский рынок. В советское время мы имели неограниченный, огромный, емкий рынок из-за тупости того тогдашнего российского руководства, из-за ошибок нашего Азербайджанского руководства. Некоторые ошибки эти были вынуждены. Но мы потеряли этот рынок. Нам нужно вернуться в большой российский рынок. Вот и все. Я не знаю подробностей, вот тех договоренностей, которые существуют между Азербайджанским и российским руководством. Есть у Европы, у Америки напряженные отношения с Россией. Это не означает, что мы механически должны становиться врагами с Россией. Наоборот, национальные государства интересы Азербайджана требуют, чтобы у нас были честные, хорошие отношения с Россией. Но ведь до недавнего времени на границе на север у нас с километрами расселались очереди грузовиков. Неужели вот так быстро? Ну, как раз таки, как раз таки, это показатель того, что ненормальность политических отношений отрицательно влияет на экономистскую деятельность. Разве нам выгодно, что эти многокилометровые очереди? Нам нет. Нам нет. И Россия, я уверен, нет. Значит, нужно урегулировать какие-то политические вопросы, чтобы эти грузовики не стояли. Чтобы люди работали, могли продавать свои товары. Вот я это считаю главным. А вот как считаете, как влияет на Азербайджан падение цен на нефть? Вы, правда, не экономисты, но вот любая авторитальная власть, известно, что в основном существует благодаря нефтедолларам. Естественно, снижение цен на нефть, это отрицательно будет сказываться на платежном балансе Азербайджана. Экспорт-импорт, потому что мы закупаем из-за рубежа большинство товаров, продовольственных, промышленных, которые мы потребляем. Но с другой стороны, у Азербайджана есть какой-то люфт, нефтяной фонд. Правда, он очень бездарно расходуется, но пока стабилизируется цена нефти на новом уровне, пока наши экономические власти начнут планировать свои расходы, исходя из новых возможностей, до того времени этот люфт нам позволит держать экономическую ситуацию под контролем. Но это опасный сигнал и все раз напоминание нашим экономическим властям то, что нам необходимо пересмотреть стратегию развития. Очень много программ развития нефтяного сектора, это остается на бумаге. Почему? Потому что суть экономической процедуры в Азербайджане это расхищение нефтяных денег, воровство нефтяных денег. Этому должен быть положен конец. И еще, подавление экономической самодеятельности масс. Азербайджанцы очень умелые люди. Если они идут в основном воображение в среде, в чужие им среде, добиваются успеха в России, в Украине, в Средней Азии, почему они тут не могут делать в Азербайджане? Потому что азербайджанская бюрократия, азербайджанская олигархия их душат, речитируют, подавляют. Если этого не будет, азербайджанцы могут создать и в Азербайджане очень эффективную экономику. А нефтяные деньги могут стать, подсорием, дешевыми кредитами. Почему туристский крестьянин может получать кредиты 3-4-5% годовых, азербайджанский крестьянин должен получать 18-25%. И как в таких условиях азербайджанский крестьянин может конкурировать с туристским крестьянином. Я все-таки хотел бы вернуться к вопросу о взаимоотношениях с Россией, потому что это очень актуально сейчас. Можно ли полагать, что Азербайджан потеряет свободу действий, если сблизится с Москвой? А какую свободу действий вы имеете в виду? В чем свобода действий? Конкретно вы мне назовете. Азербайджанские олигархи потеряют возможность безнаказанно воровать нефтяные деньги. Я думаю, Россия этому мешать не будет. Покупать Мазерати и Бентли и ездить на нем по Баку, я думаю, что Россия этому мешать не будет. Фальсифицировать выборы парламентские, президентские, я думаю, Россия этому мешать не будет. Сажать несогласных в тюрьму и затыкать рот оппозиции, я думаю, Россия этому мешать не будет. А в чем она будет мешать нашей власти? И в чем она будет мешать нашей оппозиции? Проводить митинги на стадионе Мехсу не будет мешать. А что иметь не мешать? Вы мне объясните, я тогда вам отвечу конкретно. Вот уже начиная, вот след можно сказать, что ни президент, ни его команда не употребляют фразу «внешняя сбалансированная политика». Это может ли говорить о том, что Азербайджан взял в какой-то мере большие внешнеполитические ориентиры именно такие стороны России? Ну, наша власть никогда политологичными экзерсисами не занималась. Они проводили политику, оставляли трактовку этой политики на совесть таких политологов, которые пригласны политику и наши провинциальные политологи, которые в своей жизни две книги читали и думали, что они уже все знают. В оппозиции или во власти. Должен вам сказать, что среди политологов, обслуживающих интересы нашего правящего клана, больше грамотных политологов, чем в оппозиции. Это должен констатировать ради этой справедливости. Они больше читают, они больше знали, и они больше информации владеют. Но они не объективны, причем потому, что они обслуживают интересы властей. Если интересы властей от Сыбатяна противоречит интересам народа, они об этом не говорят. А менее грамотные оппозиционные политологи, то есть более свободные политологи, они об этом говорят. То есть они в этом случае более близки к истине, чем политологи, которые обслуживают интересы властей. Теперь о том, почему мы сближаемся с Россией, а не с Западом. В России, как характер политической власти в России, более близок к характеру политической власти в Азербайджане. Это родственная душа. То, что я вам сказал, говорил, что Путин, это духовный сын нашего великого лидера Гидралиева. Он у него учился, как выстраивать вертикально исполнитель власти, как брать под контроль экономистские группы, клановые, региональные элиты. Это он у него научился. И примерно успешно реализовывает. Опять-таки, другой вопрос, насколько это в стратегическом плане выгодно. И готова ли Россия к тяжелым потрясениям, я это не знаю. Это время пока. Я лично в этом сомневаюсь. Теперь, почему Азербайджанск власть так же не строит близкие отношения с Северосоюзом и с Америкой? Во-первых, это исходит от политического характера нашей власти. Во-вторых, из-за того, что наша власть полностью удовлетворила интересы Запада. Она дала Западу нашу нефть, наш газ, транзитный путь для входа и для выхода, а больше давать они уже не хотят. Нашу власть понять можно. Запад говорит, честные выборы насчет им нужного. Запад говорит, уважение верховенства закона. Свободный суд, это ослабляет власть. Судьи должны быть послушными орудиями в руках власти для подавления инакомыслящих, запугивания, для извлечения коррупционных доходов от населения. Вот и все. Наши власти не фондируют против Запада, но наши власти не идут на поводу у Запада требований по преобразованию внутреннего характера нашей политической власти. Я помню, вы говорили о том, что Запад не имеет конкретных рычковых влияния на нашу власть. А вот эти рычки влияния как раз-таки существуют у Москвы, причем более-таки серьезные. Получается, что... Харабах и ориентация. Не явно высказана, но существующая ориентация политической линии Азербайджана на Россию. Но тогда получается, что у властей просто нет выбора. У них есть выбор. Был бы выбор, они бы начали внутреннюю реформу, но это экономически невыгодно. Глубокие экономические и политические преобразования в Азербайджане, ее сделали бы настолько сильной, что мы могли бы быть независимы и от России, и от Запада. Но это нашей власти не нужно. Президент 27 октября встретится в Париже, но это до этого была встреча в Сочи, организованная Владимиром Путиным. Какое ваше ожидание от данной встречи в Париже? Может ли быть какой-либо... Это, пожалуй, все-таки прозвучит банально, этот шаблонный вопрос мы задаем с года в год. Все-таки может ли быть какой-то прорыв? Значит, прорыв, на мой взгляд, исключается. Почему? Потому что Армения абсолютно не независимая страна. Она абсолютно зависимая страна. Во всех вопросах. В экономике, в нижней политике, в безопасности. И без России Армения и шагу не смеет сделать. Вспомните, Эдвард, подпиши подсказку Лаврова, министре Национального дела. В этой встрече России не будет. Некому будет говорить, Эдвард, подпиши. И Армения самостоятельно, шагами сделает. И я никаких прорывных этих решений не ожидаю. Это обычная протокольная встреча для обозначения активности Запада на Южном Кавказе и в вопросе Карабаха. Давно ходят слухи о том, что Азербайджан готов пожертвовать частью своего суверенитета в обмен на решение Карабаха и проблемы, в частности, возвращение семи оккупированных районов. Эти разговоры ведутся уже долгий год, но в последнее время они активно тиражируются в СМИ. Считаете ли вы, что азербайджанская власть так просто готова пойти на такой шаг? Я это мнение обмена суверенитетом на всем районам вне разделе. Продолжаем следить за украинскими событиями. Безусловно, они сейчас также актуальны и нельзя обойти их стороной. И считаете ли вы, что конфликт в Украине сейчас замораживается? И более того, какова все-таки конечная цель Владимира Путина? Конечная цель абсолютно ясна. Вдеть под ребра Украины крюк, очень сильный такой крюк. Такой же крюк, какой они вдели под ребра Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана. И такой же крюк они вдевают под ребра Украины. И уже почти в деле. Минские договоренности, они как бы легализуют этот крюк, вон уже украинская элита оказалась такой же тупой, жадной, недальновидной, как и те элиты, которые нами правили в начале 90-х годов и в Румынии, и в Армении, в Азербайджане, в Грузии. Они оказались из-за того, что прошло более 20 лет, они не извлекли никаких уроков. Они один к одному допустили, повторили те же ошибки, которые наша элита допустила политической, и они позволили России ввести этот крюк под ребра Украины. Крым они потеряли однозначно, пока Россия существует, Российская Федерация, Крым будет российским, это признают и Навальный, и Ходорковский, за это их ругают, но они ведь прагматики, они признают реальность. А Донецк это стало новым Карабахом. И это благодаря жадности и тупости украинской элиты. Есть опасность, есть прецедент, есть вариант, который может быть повторен. Делайте все, чтобы это не повторилось. Нет, они делали все, чтобы это повторилось. Я их верю именно в антиукраинской политике. А Россия сделала то, что она может и хочет сделать. За это обвинять Россию невозможно. Получается нет сил, которая могла помешать в России, в ее коварных планах? В реальных планах. Потому что после Косово, после того, как Запад сотворил Сюгославию и Сербию, никто не смеет Россию называть агрессором. Она украину не бомбила. НАТО бомбило Белград. Бомбило свадебные кортежи, радиостанции, телестудии. Бомбило. Россия не бомбила. Она более завоулированная, более хитро сделала то, что НАТО сделала с Сюгославией. Для защиты своей зоны геоэкономических, геополитических интересов. Да, она нарушила международные законы. Она нарушила интересы украинского народа, украинского государства. Но интересы украинского государства, прежде всего, предали украинские лидеры. Янукович, эти лидеры Майдана, Порошенко и другие. Ради власти они предали интересы государства. Я так думаю, может я ошибаюсь, но на моих глазах это происходило в Азербайджане. Когда группы политиков предавали интересы Азербайджана ради власти, ради должности. Я это видел в Грузии, я это видел в Армении, я это видел в Молдаве. Как читаете, все-таки существует выход, возможно, в нынешней ситуации? Или точка невозврата уже пройден? В Украине? Да. Я думаю, что этот круг глубоко вошел под ребра. И остается уповать на такой процесс, как распад России. И Азербайджан, и Армения, и Грузия, и Молдовия, и теперь уже и Украина. Но смотрите, в силу этих санкций и падения цен на нефть, возможно ли ожидать, что Россия в какой-то момент поймет, что АЕ и не выдержать? Это зависит от того, насколько долго будет цена на нефть на низком уровне. И насколько бездарно окажется русская власть, российская власть, чтобы поменять свою политику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова